30 годов тому для их почалась незавиданная и полная небеспеки служба во умовах активной зараженности территорий. У ликвидацию наступства катастрофы включились тысячи супрацовников правооховных органов. Амаль по законам военного часа милиция поднимала правопарадок. Полдневые районы Гомельской области у межих 50 км от ШАЭС были вызначены зоны отселения и огородженные дроном протяглостью 185 км. Было принято постановление Верховного Совета БСР о признании Белорусской СР зоной экологической катастрофы. Это было доведено до ОНД, до всего мирового собственства. И функция милиции основная была охрана перед эвакуацией, эвакуация населения, материальных ценностей. Супрацовники милиции взмогались с браконьерством и мародерством, тушили пожары, которые часто возникали в отселенных вёстках и ушмат разов взмасняли радиоцидное забрудживание. У облоках радиактивного пылу милиция супроводжала колонны транспорту. При их уделе валился радиактивный лес и узводилися первые шмат-километровые огороджи небеспечной территории. И они выконывали у первой чаргуни службовы охрана дянский обовязок перед белорусской землёй, на какой повинны и обовязково будут жить люди. 29-го красавика 1986 года Василь Фарлянко узначали взвод на трат милиции для организации эвакуации храна дян на Раулянского района. У меня такой случай был, что бабка с дедом пришли, бедные с работы, только вот как сейчас помню, держат полотенце вернуто, там мыло, ещё что-то, а бабке вообще в руках ничего, она только стоит и крестится. Сели возле райисполкома, она с королицей, и говорит, никуда не поедем. У меня свинья с парочатами осталась. Ну и что вы думаете? Взял работнику милиции, грузовую машину, быстренько председатель райисполкома выделил. Отправили, привезли эту свинью с 12-ю, как сейчас помню, парочатами. Он залез, посмотрел, вслед заплакал, поехали бабка. Только спросил, куда вы свинью повезёте? Память про людей, які удельничали уриквидации наступства у Чарнобыльской катастрофы, не повинна змеркнуть. Делі нашого добробыту яны рызыковали своим здоровьем. И верили, что нема на свете такой силы, якая могла б перемахчи само житё. Вольга Коновалова, Евген Поблавец, телерадокомпания «Гомель» припотрымце отдела информации громадских совязев управления внутренних справ Гомельского Аблова-Конкама.